Шире расстояния, поэтому беру гост, а также беру стан, так как мы играем в защите. Если бы мы играли в атаки, то взял бы стенку. Немного подождал в начале раунда и посмотрел, куда пойдут мои тиммейты. Мне досталась точка Б, но все враги пошли на А. И он очень нравится мне тем, что может быстро ротироваться с одной точки на другую, а также очень быстро заходить в спину. Но в этой катке я почти этого не делал. И я считаю, что это своего рода ошибка, потому что тем самым я не раскрываю потенциал этого персонажа в полной мере. К моменту, когда я пришел на А, мы остались 2 в 3. Я откинул довольно беспонтовый стан в надежде как-то помешать противнику. Пока я немного пострелялся с Омином, мои тиммейты разобрали вражескую сейдж. В общем, по большому счету, тут ничего интересного. Я просто перестрелял Омина, и мы забрали этот раунд. В следующем раунде беру спектр, легкий щит и все обилки. И снова топаю на Б. Вообще, обычно играя в защите, я хожу всегда на одну и ту же точку. А если я хочу сменить позицию, то договариваюсь об этом с тиммейтами заранее. И, наверное, порекомендовал бы вам делать так же. Это одно из таких себе негласных правил поведения в игре. В этот раз враги пошли на Б. Наш Брим услышал топот и засмучил мейн. Джет дэшнулась вправо, и я решил быстренько с ней разобраться. Ну а Брим разобрался с запушившей в Смоук Рейней. Вражеский план быстрой атаки с треском провалился. Но я считаю, тут ничего удивительного. Пушить в Смоук без закупа и каких-либо флешек — это априори плохая идея. Тем временем наш Сова прошел им в спину и забрал Омина. А наш Смоук очень вовремя развеялся. Мы прекрасно понимали, где находится последний, и решили запушить его всей толпой. Я кинул стан, которым случайно задел правую стенку, и тем самым застанил Брима. Кидая станы, важно помнить, что союзников она тоже может станить. В следующем раунде я подумал, а чё мне новую броню покупать? Да побегаю с этой, вроде нормально. Сова зареквестил калаш, и я подумал, ну у меня вроде и оружие есть, почему бы и не купить? А вот то, что у врагов может быть закуп, я вот чё-то как-то не подумал. Они отправились на А, и я побежал помогать нашим. Но когда добежал, мы остались вдвоём против пятерых. Со Спектром, конечно, много не навоюешь, поэтому я проигрываю дуэль Сейдж. Ну и заодно проигрываю раунд. Да так проигрываю, что у меня нет денег на следующий. Ааа, кошмар. Вот это прикол. Короче, в итоге я взял Шерифа. Брим снова услышал топот, откинул Смоук и Молик. Это не дало им пройти в мейн, поэтому они решили пройти через мидл. Немного пострелял по Рейне, но перестрелять не смог. Думаю, глобально моя ошибка была в том, что я обосрался с экономикой. Ну а локально ошибка в том, что я не попал Рейне по голове. В этом раунде мой тиммейт остался против Сейдж, которая побежала ставить Спайк на последних таймингах и схлопотала по башке. В следующем раунде Сова опять зареклестил калаш. А вот нет денег, всё. Надо было эко делать. А враги тем временем пошли на А. Я иду именно через мид, а не через сити, чтобы собрать инфу о том, есть ли там кто-то или нет, и немного подконтролить карту. Когда я пришёл на точку, была инфа о том, что кто-то в пещере, но никто из наших не смотрел тьюб, поэтому я пошёл туда. И уже в тюбе я услышал, что кто-то идёт по тому же маршруту, что и я. Мой тиммейт был закрыт от этой позиции. И чтобы его не зажали с двух сторон, я немного ускорился. Сейдж зачем-то поставил вот такую стенку. И я примерно понял, где она находится. Я не знал, буду ли я за укрытием, когда спрыгну. Но всё же рискнул, и всё обернулось более чем хорошо для меня. Омен поражал ульту, видимо понадеявшись на то, что мы подумаем, что он полетит на другую точку. И уйдём. Я чуть не купился на это, но моего тиммейта не проведёшь. Он дал инфу, что Омен в сайте, и самостоятельно закончил этот раунд. Потом я попробовал стащить скин на калаш Омена, выстрелял немного в стену, и мне не понравился звук, поэтому я его выкинул. В следующем раунде я услышал много топота, а также услышал, как Джет дышится прям в сайт. Получилось так, что я оказался окружён. Я решил попробовать скрыться от Джет и перестрелять тех, кто идёт на меня с мейна. Пересматривая этот момент, я понимаю, что мог бы просто кинуть стан перед собой. Возможно, тогда Рейна передумала бы на меня выходить, и можно было спокойно заниматься Джеткой. В этом раунде Брим остался 1 на 1 с Оменом, времени оставалось маловато, поэтому он поторопился, не прочекал Омена, и тот его забрал. Думаю, я бы на его месте либо сейвил, либо чекал больше позиций, либо хотя бы смог откинул и попытался задефьюзить в смоке. Но в целом, наверное, ничего страшного. Это только второй проигранный раунд. В этом раунде я стоял за плентом, чтобы в случае чего не отлететь очень быстро, как в предыдущем раунде. И, наверное, чтобы была возможность отойти в сити, а там уже ждать подмогу и отыгрывать ретейк. Но враги решили пойти на А. Я застал там Джетку, не смог убить ее в спину, и быстро дал инфу о том, где она находится. Но она репикнула, и перестреляв ее, я все же решил пойти через сити, чтобы тиммейт меня захилил, и чтобы по мне не было такой явной инфы. Когда я пришел на А, в живых из врагов остался только Чембер, и мы знали, что он находится где-то в пещере. Скай запустила собаку, и я решил порасследовать за ней. Почему бы и нет? Вот тут моя ошибка в том, что я не обратил внимания на этот индикатор, который мне не то что намекает, а прям во все горло кричит о том, где находится Чембер. Раньше я не придавал особого значения этой штуке, и как мне сейчас кажется, очень зря. Тиммейту пришлось немного с ним повозиться, но все же он забрал этот раунд. В начале следующего раунда снова бегу на А через мидл. В этой катке враги не умели менять направление атаки, поэтому я практически не сомневался в том, что они закончат там же, где и начали. Тут я кинул стан довольно высоко. Лег он прикольно, но я не уверен, что он сработает на такой высоте. Надо будет это проверить. Понял, где враги, и сыграл немного нагло. Учитывая то, что у них не было закупа, я мог себе такое позволить. Забрал тп хающего Сяомина. Почемберу была инфа, а я был на кураже, поэтому я пошел его уничтожать. Сори, я не мог этого не вставить в видосе про неон. По ощущениям, под своей обилкой она по диагонали или боком движется медленнее, чем просто вперед. В принципе, это не лишено смысла, но нужно будет это проверить. И да, в этом раунде мы победили. Вообще, я считаю, что геймплей на неон во многом завязан на мувменте, и ты не будешь полностью раскрывать потенциал этого персонажа, если не будешь знать вот такие вот всякие микромоменты, типа скорости движения боком, или если, например, не умеешь распрыгиваться, или правильно подкатываться. Для того, чтобы преуспеть, все это нужно знать, уметь и тренировать. Этот персонаж и его обилки более чем располагают к быстрой и стремительной игре. Например, стенку и станы не нужно доставать. Они активируются сразу по нажатию кнопки. Короче, я это все к тому, что, вероятнее всего, вы сейчас наблюдаете плохой пример игры на этом персонажа. Напомню, что в начале ролика я сказал, что я играю довольно пассивно и пытаюсь от этого избавляться. В следующем раунде враги растянулись между мейном Б и мидом. Чуть пострелялся с Чембером, но не хотел отлететь раньше времени, поэтому делал это максимально аккуратно. Решил выглянуть, и мне на прицел вылезла вражеская джет. Как считаете, мне повезло или это скилл? Я думаю, это что-то среднее. В Би Мэйн Упал Смоук я посмотрел на оставшихся персонажей, сложил 2 и 2 и понял, что Сейдж хочет кого-то резать. Сейчас я смотрю повтор и понимаю, что мог бы откинуть стан, мог бы кинуть стенку. И на худой конец у меня оставался подкат, но я ничего этого не использовал. Просматривая запись и осознавая, насколько круче можно играть на этом персонаже, мне хочется уже поскорее вернуться в эту игру и попробовать всякое разное. Как обычно, для меня очень важно отметить, что на создание этих роликов уходит очень много времени и сил, совершенно несопоставимо с тем, что я с этого получаю. Так что, если тебе нравится смотреть мои ролики, то, наверное, в твоих интересах проявить какую-то активность на канале. Это лайк, подписка, комментарии и все в таком духе. А теперь предлагаю вернуться к просмотру видоса. В этом раунде снова все происходило на А, поэтому бегу туда. Простите. Побежал через Сити, потому что так безопаснее. Сейчас ко мне приходит осознание, что пока у меня есть подкат и стенки, я могу бегать через Мидл посмелее. Думаю, на этом персонаже нужно наглеть, ведь у него есть все нужные для этого инструменты. Если бы я побежал через Мидл, то не получилось бы такой ситуации, что все остатки нашей команды находятся в одном месте. Но какая ситуация из этих двух была бы более выгодной, в целом, наверное, является спорным вопросом. Но лично мне кажется, что лучше находиться в разных позициях. Тут я увидел голову Сейдж, но, к сожалению, не попал. По флешке я понял, где находится Омин и немного спустился, чтобы не получить в голову. Флешка не особо долгая и он не смог сделать запланированное. Я знал, где находится Сейдж, а времени оставалось мало. Поэтому я решил попробовать ее запушить. Но, к сожалению, я очень плохо пострелял. Да и если бы я выиграл эту дуэль, то, скорее всего, у меня бы не осталось времени на то, чтобы раздефьюзить Спайк. Наверное, надо было сейвить. На второй пистолетке мне показывать особо нечего. Единственное, что я для себя отметил, это то, что в сайте А справа есть где спрятаться. Раньше я не придавал особого значения этому месту. Ситуация 2 в 1, Спайк уже стоит. И, в принципе, тут можно было вообще не пикать, просто ждать, когда она попытается раздефьюзить бомбу. Играть на время и не рисковать. Но они оба решают пикнуть, умирают по одинаковой причине. И после этого Бримстоун высирает какое-то оскорбление в войсчат. Когда ты оскорбляешь своих тиммейтов, ты не приближаешь свою команду к победе. Мораль в игре это очень важно. Так что оскорбление это всегда ошибка. Хотел бы я сказать, что не он раскрывается в атаке, но это не в моем случае. Чтобы в той катке это произошло, боюсь, что нужно было поменять прокладку между стулом и клавомышью. Следующие несколько раундов я играл просто в Counter-Strike, иногда откидывая станы. А еще я заметил, что в той катке я ни разу не использовал стенку. Вот в этом раунде получились прикольные фраги. Брим засмочил плент, и мы запушили. Я подкатился в надежде, что мы вместе кого-то пикнем, но никого не встретил. Чуть позже вышеломен, и оказалось, он единственный, кто был на пленту B. Тайминги были довольно ранние, поэтому враги ожидались на Сити или на Миде. И я пошел с ними перестреливаться. Тут я очень жестко зарандомился и Джефф голову через стену. Сам удивился тому, как это произошло. Но последний выходил из тоннеля, ничего не чекая. Видимо, к тому моменту они уже совсем расслабились. Счет 12-5, в принципе, можно и побуянить. Поэтому прожимаю ульту и бегу через дымы. Тут, наверное, стоило кинуть стенку, чтобы разделить такое большое пространство. А еще я не чекнул тот злосчастный уголок. Когда ты ультуешь на Нюан, желательно находиться в движении. Потому что основная фишка ульты в том, что нет никакого разброса во время бега. Но во время прыжков разброс сильно увеличивается. Так что лучше не прыгать на ней во время стрельбы. Можно прыгать только если враг очень близко. Тут я встретил Сейдж и плохо по ней потрекал. Но она постреляла по мне еще хуже и в итоге просто сдалась. Кратенькие итоги по этой катке. Для более-менее нормальной игры на этом персонаже, мне нужно потренировать стрекинг и мувмент. Обязательно посмотреть какие-нибудь лайнапы для захода на плейнт или для ретейков. Ну и быть немного наглее. Такой вот получился видос. Надеюсь, вам понравилось, потому что мне понравилось его делать. Как обычно, приглашаю вас к себе в Телеграм. Там у нас чатик и инсайды канала. Ну а если хотите поддержать меня финансово, то можете подписаться на Бусти или задонатить в Донейшин Алёртс. Потому что такая поддержка мотивирует меня сильнее всего. Если ты что-то не понял в видео, то не стесняйся спрашивать об этом в комментариях. Я считаю, что любознательность должна поощряться. Спасибо за просмотр. Мы встретились в очень странный период моей жизни, друзья. До скорого!